На Украине пригрозили Скобеевой серьезным разговором в ПАСЕ. Российской телеведущей Ольге Скобеевой будет вынесено предупреждение в связи с инцидентом, произошедшим в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ, в январе. Об этом сообщил глава украинской делегации Владимир Ареев 9 апреля. Совет полумер, все частично восстановят РФ в правах для выборов генсека. Однако Москва согласна участвовать в голосовании лишь при полном возвращении ее полномочий в ПАСЕ. «Я точно знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор по поводу ее поведения и правил поведения, которых должны придерживаться журналисты. И очевидно, будет сделано предупреждение», — сказал он в эфире украинского телеканала «Прямой». Сама же журналистка позднее ответила, что заявление Арьева на это ложь и очередная украинская провокация. Скобеева напомнила, что на заседании комиссии ПАСЕ по этике уже рассматривалось поведение членов украинской делегации Борислава Березы, Алексея Гончаренко и вице-спикера Верховной Рады Ирины Герасченко, также причастных к январскому инциденту. «Береза, например, устроил псевдопатриотический спектакль, который закончился нецензурной бранью и попыткой вытеснить меня из кулуара в ПАСЕ». Гончаренко выступал на трибуне парламентской ассамблеи в зеленых сантехнических перчатках, сообщая, что Россия токсична и ему нужен костюм химзащиты. «Бегал по кулуарам с туалетной бумагой, на которой был изображен Путин», — написала Скобеева в своем «Телеграм-канале». По словам журналистки, действия украинской делегации вызвали в ПАСЕ негодование и раздражение, а самих делегатов попросили взять себя в руки. Инцидент произошел 24 января во время интервью Герасченко в кулуарах ПАСЕ. Скобеева стояла рядом с политиком и держала микрофон, когда ее оттолкнул украинский журналист Сергей Сидоренко, после чего Береза оскорбил Скобееву и не давал ей подойти к Герасченко. Позднее Береза заявил, что ему ни за что извиняться, добавив, что на его месте так бы поступил любой. Скобееву же, по его словам, больше в ПАСЕ не пустит. Журналистка тогда ответила, что власть на Украине захватили бандиты и хулиганы. Субтитры создавал DimaTorzok